Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Геронда, как-то раз вы сказали нам, что от любви человек растет и зреет. Просто любить кого-то – это еще мало. Нужно любить человека больше, чем себя самого. Мать любит своих детей больше, чем себя. Для того, чтобы накормить детей, она остается голодной. Однако радость, которую испытывает она, больше радости, которую испытывают ее дети. Малыши питаются плотски, а мать – духовно. Они испытывают чувственный вкус пищи, тогда как она радуется духовным радованием. Для всех, кто нуждается в духовной поддержке. В основе этого фильма – книга «Семейная жизнь». В этой книге собраны поучения старца Паисия Святогорца о семье. Некоторые из ответов старца обогащены примерами из жизни прошедших времен и отрывками из его писем, переданных нам теми священнослужителями и благоговейными мирянами, кому они были адресованы. Иная девушка до замужества может спать до десяти часов утра и при этом еще рассчитывать на то, что мать подогреет ей молоко для завтрака, сделает какую-нибудь работу, которую девушке делать лень. Раньше, когда ее будили, она громко выражала недовольство тем, что ее побеспокоили. Сейчас, когда ее ребенок плачет, она не спит всю ночь. Ей это не трудно, она заботится о своем младенце и радуется. Почему? Потому что она перестала быть ребенком, она стала матерью, у нее появилась жертвенность, любовь. Отцовское объятие, если в нем нет благодати Божией, сухо, а объятие материнское даже без Бога имеет в себе молоко. Ребенок любит своего отца и уважает его, но эта любовь к отцу увеличивается от нежности и тепла материнской любви. Я хочу привести пример из своей личной жизни, быть может, очень личной. Но я хочу сказать, что если мой дом – это церковь, то ничего лучше быть не может. Например, мой отец умер в возрасте 92 лет, и каждый раз, когда мама говорила «я беспокоюсь», он говорил «это самый большой грех». Так же говорил старец Паисий, если мы живем во Христе, зачем нам беспокоиться? Что еще можно сказать? Да, Асенович. Что? Молятся за нас. Почитай. Это мы с Афоной должны молиться. Любимый муженька, как ты? Молюсь за тебя. Когда, брата? Не дождешься. У-у-у-у. У-у-у. Пожалуйста, позвоните под ней. The number is not available at the moment. Играет музыка Играет музыка Кто-то там ходит, по галерею что ли? Да, да Скоро начнется полуночница За ней утрення и полиэлей, которые так любил преподобный Паисий Святогорец Я тоже люблю, правда не знаю, как мне получится снять службу в темноте Афонского храма Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Мы вот все говорим, что же будет с миром? Но одновременно видим, как благодатью Божией набирает, подрастает доброе поколение Дьявол старается все разрушить, но благий Бог тоже трудится Он не допустит, чтобы наш народ исчез с лица земли jewеть во racing Играет музыка Играет музыка Играет музыка Виноград, вот виноград с ним у нас, дедушка Пантелей сажал этот виноград. Может этот? Может мы его съедим? Потому что тот еще нам не дали сербы. Ты что так долго? Где же ты? Я даже выучила фразу, но я забыла про то, что где же ты так долго был? То есть по-гречески это замечало, меня сегодня выучили, учили. Куисинт, ну. Да. Куисинт Материнская выносливость Тело женщины может быть более слабым, чем мужское, но у нее есть сильное сердце. И работая им, она имеет такую выносливость, которая превосходит мужскую силу. Помню, когда мы были маленькими, наша мать должна была носить воду издалека, а еще готовить, печь хлеб, стирать одежду, да к тому же еще и работать в поле. При этом еще и мы, дети, не давали ей покоя. Когда мы ссорились между собой, к ее многочисленным делам и хлопотам прибавлялись еще и судейские обязанности. Однако она говорила, это мой долг, я обязана делать все это и не роптать. Она вкладывала в эти слова другой смысл. Она любила дом, любила своих детей и от забот и дел не выбивалась из сил. Она все делала с сердцем и радостью. Однажды ко мне в Каливу пришел человек и стал жаловаться, что он расстроен из-за постоянных разногласий с женой. Однако я понял, что между ним и его супругой не было чего-либо действительно серьезного. У этого человека есть свои сучки и шишки, а у его жены свои. Поэтому они не могут приладиться друг к другу. И того, и другого нужно немножко построгать. Возьми две неструганные доски. У одной сучок в одном месте, у другой в другом. Если ты хочешь их соединить, как есть неструганными, то между ними останется щель. Однако если ты чуть-чуть построгаешь первую доску в одном месте, другую в другом, то они прилягут одна к другой. Только строгать нужно одним и тем же рубанком. Старец в этом месте имел в виду работу духовника с супругами. Эта работа оказывается результативной в том случае, когда муж и жена имеют одного духовника, то есть сучки и шишки обстругиваются одним рубанком. Мы едем в столярную мастерскую Харакуглу. Этот человек пытается сейчас восстановить столярный станок, на котором работал преподобный Паисий в монастыре наверху в горах. Ну-ка давайте посмотрим, куда же нам ехать. Туда нужно. По той дороге, а потом вниз и налево. То есть куда? На асфальт выехать? Вот сюда. А вы откуда вообще? Да я же Мария. Ох, Мария. А я тебя не узнала. Как ты поживаешь? Ну-ка иди сюда. Подождите. Я вас угощу конфетами. Подождите, подождите. На, держи, Маша. Раздай всем. Ну все. Пока. До свидания. И у нас тоже возьмите. Вот шоколад. Меняемся. Вы снимаете фильм о родителях. Нужно знать колыбельные песни. Спи, мой ангел. Напомни мне слова. Да, да, все правильно. Спи, мой ангел. Спи, дититка мое. Нет, нет. Сейчас что-нибудь постараемся вспомнить. Моя мать, видя моей шалости, расстраивалась. Однако у нее было благородство. Видя, как я озорничаю, она отворачивалась и делала вид, что не замечает меня для того, чтобы меня не расстраивать. Однако от этой материнской хитрости мое сердце буквально разрывалось. Погляди, погляди, говорил я себе. Как ты наозорничал, а мать не только тебя не бьет, но даже делает вид, что не видит. Нет, больше такого не повторится. Как же я могу видеть маму снова расстроенной? Поступая так, мать помогала мне больше, чем если бы она награждала меня подзатыльниками. Родители должны быть очень внимательными к тому, чтобы не ругать своих детей вечером. Потому что вечером детям нечем рассеять свое расстройство, а ночная тьма омрачает состояние их душ еще больше. Дети начинают думать о том, как лучше оказать сопротивление родителям. В их голову лезут разные варианты защиты. Подмешивается и дьявол. Таким образом, они могут дойти до отчаяния. А вот днем, даже если дети пригрозят своим родителям различными способами отмщения, то, выйдя на улицу, они отвлекутся, забудутся, и их расстройство пройдет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Геронда, многие женщины говорят, что они вынуждены работать потому, что не сводят концы с концами. Они не сводят концы с концами, потому что хотят иметь телевизор, видеомагнитетик, личные автомобили и тому подобное. Поэтому они должны работать. А результатом этого бывает то, что они не радеют о собственных детях и теряют их. Если трудится только отец, и семья довольствуется малым, то такой проблемы не существует. А от того, что работает и муж, и жена, якобы потому, что им не хватает денег, семья распыляется и теряет свой действительный смысл. И что после этого остается делать детям? Если бы матери жили более просто, то и сами они не выбивались бы из сил, и дети были бы радостными. Один человек знал семь иностранных языков, а его жена предпринимала страшные усилия, чтобы выучить четыре, а еще она давала частные уроки и для того, чтобы быть в рабочей форме, жила на таблетках. Дети этой четы родились здоровыми, а выросли душевно больными. Потом они стали прибегать к помощи психоаналитиков. Поэтому я советую матерям упростить свою жизнь, чтобы быть в состоянии больше заниматься детьми, которые в них нуждаются. Сегодня дети голодают от недостатка материнской любви. Женщины обычно не имеют меры в делах. Им хочется прибавлять к своим делам и заботам все новые и новые. Имея много сердца, женщины могли бы очень успешно вести домашнее хозяйство своей души. Но вместо этого они растрачивают сердце по пустякам. Некоторые матери, желая, чтобы каждая вещь в их доме красиво лежала на своем месте, притесняют, душат своих малышей тем, что не позволяет им сдвинуть с места стул или подушку. Они заставляют детей жить по законам казарменной дисциплины. И таким образом дети, родившись нормальными, вырастают к несчастью не вполне нормальными. Если неглупый человек увидит, что в многодетном доме каждая вещь лежит на своем месте, то он придет к выводу, что здесь либо дети умственно отсталые, либо мать, отличаясь жестокостью и деспотизмом, принуждает их к военной дисциплине. В последнем случае в душе детей живет страх. И от этого страха они ведут себя дисциплинированно. В этой паломнической поездке я вспоминал, как мы ездили в Одинцово и снимали многодетную семью, день рождения дочери Кати. Поздравляю. Как-то раз я оказался в доме, где было много детей. Как же радовали меня малыши своими детскими шалостями, которые разрушали мирской чин, гласящий, каждая вещь должна быть на своем месте. Этот чин есть величайшее бесчинство, весьма отнимающее силу у современного человека. Он говорит, малый, ну ладно, сейчас попробуем. Они до 35-го, ем. А у него 36-й. Мам, мам, отпусти свои ножки. Ветер, ветер, подожди, 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 ветер. Лучший праздничный торт? А мне, а мне? Это бутерброд. Так. Тебе тоже? Унесла и Господи ясты и питье рабам твоим и даруй рабе Екатерине многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, спаси Христе Боже, спаси Христе Боже, нам многое лето. Мой ангел-хранитель всегда защищает, и даже когда мне сны плохие снятся, страшные, то я прошу у ангела-хранителя, чтобы он меня защищал, и чтобы мне не снились, и мне постоянно снятся хорошие, когда он меня защищает. И даже когда вот я иду, ну, на улице, вот, в магазин там, и там навстречу собака, я их боюсь. И я прошу у ангела-хранителя, чтобы он меня спас, и собака, она либо сворачивает, либо уходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok